Здравствуйте, дорогие друзья. Недельная глава Бешалах. Давайте вот о чем поговорим. Таковы доходы человека и государства. Пишут наши мудрецы, что они зависят от чуда и по милости неба. Очень часто и корпорации, и крупные человек, где-то зарабатывать не ожидал, получает работу, где он не думал. Вообще такой закон относительно доходов человека вообще. В принципе, есть семь вещей, которые скрыты от человека, пишет Кабалар. Ну, некоторые из них это день смерти, время избавления, что на сердце у товарища и на чем человек заработает. Трактат Псахин. Спросите у людей, какие чудеса с ними иногда происходили, прям как рассечение моря. И что касается партнера поиска, пары, о чем сказали наши мудрецы, тоже та же самая история. Что сказано, написано, так же трудно найти пару человеку, как рассечь море Сув. Иногда один от другого так далек по своим качествам, уровню, природе, привычкам. И никому в голову не приходишь, к этому ждать пара. И вот, пожалуйста, брак с небес. Вернемся к заработку. На одной и той же профессии могут быть два магазина, расположенные рядом. Но в одном берут, покупают, а в другом зевают от скуки. Никто не видел. Я видел такое. Два ресторана стоят абсолютно одинаковые. Один забитый, второй пустой. Браха. У каждого своя дорога была в море Сув. И точно так же не может человек прикоснуться к тому, что приготовлено для его товарища. Мы этого не видим, но так оно и есть. Один еврей пришел к святому Гаону, автору книги, еврея Хаим, и говорит, что открыл рядом человек магазин, и у меня уменьшаются доходы. И раби его спрашивают, ездил ты когда-нибудь в повозке? Он говорит, конечно, раби много раз. Видел ли, как лошадь к водопою ходит? Он говорит, да, раби, сам водил. Обратил ли ты внимание, что перед тем, как пить воду, лошадь топчет передними ногами воду? Удивился человек, говорит, да верно, обращал внимание, но не знаю, в чем смысл. Сказал ему, раби, очень все просто. Когда лошадь опускает голову, она в воде, чтобы попить воды, она видит там свое отражение. Думает, что это лошадь соперница, которая хочет отнять у нее воду из реки. И она боится, что в реке недостаточно воды. И топчет, когда вода замутилась, она считает, что она прогнала вторую лошадь, и все нормально. Засмеялся человек над лошадью, а раби продолжил. Ты понимаешь, вторая лошадь существует только в воображении. Но даже если вторая лошадь действительно существовала, в реке было бы достаточно воды для двоих. Когда она пьет, она пытается изгнать лошадь, но выигрывает лишь одна. Она пьет грязную воду, вместо того, чтобы пить чистую. Ибо не может человек прикоснуться к тому, что приготовлено для его товарища. Так написано, мы это не понимаем. И еще. Однажды раби Левицкас из Бердича увидел человека, который быстро-быстро бежит на улице. Не оглядывается. Чего ты так бежишь быстро? Он говорит, ищу пропитание. Откуда тебе известно, что твое пропитание впереди? Может быть, тебе не надо за ним гнаться? Может, он сзади тебя? Надо только остановиться и подождать, а ты убегаешь от него. Что касается кабалы, там интересные выводы. Верно, у копейки нет особенной стоимости. Но если украсть копейку, из-за этого происходит ангел разрушения, способный своими силами снести стены огромного города. А теперь давайте сделаем подсчет. Если такая сила обвинителя, которая рождается из-за одного греха, из-за крупицы воровства даже, размером в одну копейку, то какая же сила ангела, заступника, которого рождается из заповеди, которые мы совершаем каждый день? Речь идет о заповеди изучения Торы. Если ты хоть, вот мы сегодня, например, учим с вами урок, и уже эта заповедь, да? Согласно подсчетам Хафицхайма, который утверждал, что за минуту можно прочесть 200 слов или услышать урок, да? Получается, что за учебу в течение получаса рождается армия из 12 тысяч таких ангелов. Вот такую вот охрану мы можем себе сами создать. Нам никто не нужен. Вот это наша армия. Короче, нужна вера. Вот то, что самое главное, что мы должны выучить с этой недельной главы, как и, в общем, со всей Торы, человек с верой живет совсем иначе. Благодаря вере мы знаем, что Бог, хотя кажется отсутствующим, на самом деле присутствует все время. Все время. Несмотря на то, что он далеко, он всегда здесь рядом. Несмотря на то, что он за пределами нашей жизни, тем не менее мы стоим перед ним, в любой момент нашего существования. И вот этот замечательный урок, если мы его выучим, то будет и заработок, будет и удача, будет и все хорошо. Надо чувствовать Богом. Брахавы от слуха.